на ремонте вот такая мясорубка. не так просто. шиваки smg 5151 она работает но начинает вонять и греться вонять и дымить вал крутится все нормально но что почему греется и дымит что-то с электродвигателем уже что сейчас посмотрим снизу откручиваем винты и снимаем нижнюю вот эту крышку винты тут видны откручиваем и смотрим и так одного винта уже нет видно кто-то откручивал но и хозяева говорили что выключить розетки хозяева говорили что ремонтировалась уже неоднократно пока не снимается не так все просто сейчас определюсь как ее вытащить нет она просто просто вытаскивается нужно больше на эту сторону потянуть чтобы вот отсюда вышло это дуло и тогда она выходит ну вот то что мы имеем сейчас будем разбираться все в не знаю в чем очень много пыли графитовой посмотрим может быть какая-то проблема со щетками но думаю что все таки дело в самом электродвигателе сейчас будем разбираться хочу показать как добраться до щеток здесь вот такая планочка и язычок отогнут его нужно подогнуть чтобы он зашел чтобы это планочка могла выйти и вытаскиваем планку и заходим добираемся до щетки щетки короткие но они есть и собственно еще прижимаются поэтому но всяком случае это посмотрим с нижней щеткой мне кажется дело не в щетках нижняя щетка оказалась еще лучше чем верхняя то есть дело не в щетках также дело не в редукторе двигатель крутится достаточно легко без проблем да поэтому как бы дело в самом электродвигателе в чем вопрос сейчас буду прозванивать сейчас покажу вам здесь вот есть коллектор ламели коллектора и будем прозванивать между сопротивление между двумя рядом стоящими эти два повернул потом следующие следующее 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 ну посмотрим все ли дорожки целая но все ли обмотки у этого электродвигателя целая сейчас будем проверять как делается проверка вот смотрите я кручу видите вот здесь ломили коллектор электродвигателя рядом стоящий ставим на сопротивление минимальная 200 ом и смотрим я вот проверяю на если видно эту и на эту допустим показывает там 1 и 5 1 и 5 1 и 6 вольт ом простите дальше следующую теперь следующую 1 и 5 1 и 6 теперь следующую 1 и 5 1 и 4 то есть принципиально он должен или совсем в два раза больше показать если если проблема или вообще что-то не показать ну вот пока я меряю все рядом стоящие 1 и 3 1 и 4 1 и 5 это погрешность измерения насколько я плотно поставил щуп пока все целые сейчас попытаюсь вам показать вероятную причину проблемы значит я думаю это вопрос подшипников здесь втулки стоят на электродвигателя сейчас зафиксирует но вот как бы вам этот зазор показать это вот я телепаю подшипники соответственно при движении постоянно дергается вот таким образом подпрыгивают щетки и из-за этого подтягивается из-за этого может греться неоднозначно не точно из-за этого или нет но мне кажется что как вариант из-за этого может поэтому буду предлагать менять сальник менять щетки потому что она вот это уже не годится соответственно затем будем продолжать видео ну а сейчас как можно добраться до подшипников значит я щетки снял и вот здесь два винта скрепляют две половинки вот здесь планка держит электродвигатель я ее снял два винта и вот два винта которые скрепляют вот эта душка прикручена с той стороны к редуктору а я могу располовинить с этой стороны то есть эту дужку оставим на месте для того чтобы добраться до вала замерить вал посмотреть на зазоры вот тут располовиниваем вот так вытаскиваем из редуктора и вытаскиваем вместе с вот этой частью я бы мог в принципе и так но тут как-то так сделано что вентилятор по диаметру больше чем ротор и он не вылазит сюда не очень удобная ситуация но вот то что есть то что есть ну и у нас круглые круглая основа и внутри сейчас померяю шайбочки сразу ставлю на место чтобы их не потерять и не перепутать местами сейчас замеряю и так меряем диаметр диаметр вала 8 миллиметров то есть подшипник втулка с внутренним диаметром 8 ну а яблоко сейчас будем эту это все разбирать для этого надо будет снять вентилятор с этой стороны свал и тогда просто стягивается с шлицом тогда будет возможность снять подшипник ну и сейчас нужно добраться до винтов крепления подшипника он сам по себе телепа я не знаю он внутри телепается или в таком просто телепается в зажиме если у него зазор такой сложно сказать немножко 0 1 наверное все таки великоват и нужно его поменять итак я одну из держателей уже поменял как видите посмотрите какая ситуация что я сделал высверлил высверливается хорошо взял сверло на 2 и 4 десятых с этой стороны по высверливал приехали мне втулки вот втулку которую я вытащил она во первых диаметр разбился внутренней во вторых она уже начала вращаться вместе с валом и здесь по наружу ее выскребала самим самим креплением вот этим я поменял поставил и на место поставил значит я же сверлил отверстие отверстие на две целых четыре десятых вставил соответственные винтики обыкновенные коробочка есть находил по диаметру подходящие винтик вставил и на твердый предмет в тисках поставил палец металлический и молоточком застукивал не на то есть не на винтики не на гайки закручивал потому что он вдруг раскрутится можно и на гайки но потом как-то фиксировать может быть клеем или фиксатором резьбовым но я просто забил сделал из винтиков заклепки вот такие как видите думаю мне показалось что так будет надежней и будет хорошо держать осталось одну заднюю часть и это уже я сделал но вот осталось передняя но передняя она достается со стороны редуктора пришлось разобрать его и вот теперь откручиваем вот так вот на четырех винтах достаю передней переднюю втулку то же самое здесь вот есть такой от штамповки места и сверлом на 2,4 отлично буквально как в масло заходит доходит до металла вот этого насквозь его не просверливает доходит и она просто отстегивается отпадает ну и меняем и и ставим на место то есть в этом будет весь ремонт поэтому сейчас приступаю к высверливанию ну а сверлится как я уже и сказал в принципе очень просто ставим и все и высверну два я уже высверлю теперь достаем и проделываем обратную операцию нужно на место уже теперь не знаю почему почему-то оно не отскочило зацепилось за что-то за заусенки которые здесь есть не отпал кусочек вот этот все теперь эту вытаскиваем это вставляем ставим на место обратите внимание тут есть такое для смазки назад зажимаю она так зажимает пружиниста когда вы закрепаете или закрутите то будет так придерживать его что я еще делал для того чтобы лучше держала она могла там прокручиваться я немножко подгибал вот эти пластинки ну совсем совсем чуть-чуть для того чтобы улучшить натяг буквально чуть-чуть на ну на долю на какую-то долю просто абсолютно чуть-чуть чтобы этот натяг который я устанавливаю чтобы он был сильнее а вы там сами пощупаете смотрите не сильно зажимает допустим должно там еще немножко потому что она такая пружинистая сталь могла него вообще не податься немножко прижать ну собственно все теперь я подбираю винтик сейчас немножко правда протру его подбираю винтик который бы подходил по диаметру и буду его туда забивать подберу 4 и проверяю допустим вот вставляю обставился отлично по диаметру подходит ставим 4 и забьем как заклепки они из мягкого металла сделаны некоторые один был даже медный оказался внутри или латунный повторять я сейчас тоже это буду делать сейчас немножко это все протру и собственно будем смотреть чем все закончилось ну что же я теперь подробнее хочу показать как я это делаю у меня вот она в разобранном состоянии положил новый новую втулку прикладываю так подогнул немножко вот эти усики так чтобы при просто плоскоупцами чуть середину придает значит теперь когда я вставляю есть небольшой натяг то прямо ставил она ложилась и теперь вот винтик вставляю с внутренней стороны этот винтик вот я натиски установил просто штырь ставлю на этот штырь придерживая там больше пока не стоит ничего придерживая чтобы винтик попал куда надо и молоточком аккуратненько делаю из винтика заклепку собственно все и так последовательно теперь напротив него ставлю попадаю так чтобы он придавливаю сейчас так чтобы он придавил до конца и расклепываю собственно вот так устанавливаю подшипник так все остальные все четыре легко эти винтики мягкие вставляются и заклепываются хорошо поэтому вопросов не возникает главное подобрать у меня есть коробочка с винтиками старенькими и главное подобрать нужные винтики чтобы потом заклепать и вот в таком состоянии с заклепками они уже не раскрутятся буду ставить на место ну теперь когда уже все восстановлено собираем в обратной последовательности по ним помним что якорь мы вставляем с этой стороны вот так вот он собирается что касается этой стороны для того чтобы поставить подшипник мы сняли вот этот щетка держатель теперь его нужно назад одеть сюда на крепеж и вот так вот и вот так тут плотно нужно вставляться ну и кроме этого еще нужно чем-то немного разжать усики усики нужно разжать вот эти сейчас возьму какую-нибудь поставлю на что-то твердое и для того чтобы снять моих сжимали а сейчас я чем-то растукая так чтобы он разжался и чтобы не выпали потому что это очень важно больше никакого крепления нет ничем она фиксироваться не будет и вот этот эта пластина может при работе просто выскочить выпасть поэтому нужно позаботиться чтобы эти усики четко этот зашел сюда этот сюда то есть чтобы он четко зафиксировал пластину в одном положении и не выпал другого крепления здесь нет только вот эти усики ну и собираем обратные последовательности кроме всего еще меняем щетки тоже были заказаны и щетки тоже нужно поставить новое приступаем сейчас пойду чем-то буду на тисках разгибать аккуратно через проставочку постукивать и разгибать эти лепестки хочу показать как я поступил я взял вот такую биту просто она имеет же конусную основу и вот поставил вот так стукнул и они немножко разошлись ну и все держится хорошо закрепилась нормально поэтому в общем то устанавливаем назад и закрепляем винтом тут без разницы так или так они симметричные главное тут с каждой стороны система прокладок стоит их нужно и пружинок не потерять и поставить назад вот так собираем и теперь нужно в обратной последовательности все закрутить и попробовать чем все закончилось потому что на на тех подшипниках достаточно сильно прыгал корректор и из-за этого мог греться на самом деле бывают такие ситуации что двигатель подпален и из-за этого греется поэтому сейчас будем определяться греется двигатель или нет сейчас все закручу у меня так получилось что здесь щетка держателя есть такой проводочек и вот такая вот пластинка на этой стороне пока я всем этим занимался оторвался сейчас я его назад припаяю здесь просто припаивается паяльником обыкновенно сейчас включу паяльник и назад припаяю эту пластинку и поставлю щетки ну пока все стандартно если будут какие-то трудности я вам буду показывать ну а так пока просто прикручиваем назад сюда электродвигатель и устанавливаем собираем редуктор и устанавливаем все на место как я и говорил у меня задача есть отскочил фиксатор щетки поэтому я хорошим паяльником просто его припаиваю это не сложная задача не отскочил отломался продуктом одножильный и пока все остальное ремонтировалось отломался все теперь так я собрал в принципе все на место все ходит стоит хорошо нигде люфтов зазоров нет пробуем что получилось работает хорошо я конечно не знаю как под нагрузкой остальной части мясорубки нет но но какое-то время проработало и электродвигатель не горячий а собственно в этом состояла проблема так сильно накалялся что было слышно что перегревается мясорубка пахло паленой сейчас все нормально работает поэтому дальше просто собираю и отдаю клиенту подписывайтесь на канал вы сможете на нем увидеть как такие непростые проблемы которые вот даже не как кажется не ремонтируемый электродвигатель можно привести в чувство и у вас снова в работе ваша любимая помощница мясорубка ну и другая бытовая электроника компьютерная техника автомобиль все это можно ремонтировать с помощью простых средств на канале есть об этом много видео увидимся на канале а а а а а а а а а